Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Также можно писать нам в WhatsApp 230 6191. И сегодня с нами на прямой связи Елена Беркова. Я вот думал, как вас представить, и в одном из интервью вы сказали, что Елена Беркова – это бренд, и так вас можно и представлять. Действительно это так, или как бы вы сами хотели себя представить сегодня в нашем эфире? Здравствуйте, дорогие друзья. Я актриса, скорее, наверное, это амплуа больше всего присутствует в моей жизни, но и бренд также, это действительно оформлен товарный знак, так что можно и так. Ну вот, когда мы договаривались с вами об интервью, вы сказали, что вы готовы выйти в прямой эфир только с мужем. Почему? Это моя потребность на сегодняшний день. Это не моя потребность, это потребность Елены. Очень комфортно мне находиться рядом с мужем, и по возможности я бы с удовольствием провела эфир вместе с ним. Потому что он дополняет меня, и так будет полноценный эфир. Он иногда может рассказать больше и расширение информации, чем я обо мне. Ну, как известно, вы являетесь гражданкой Украины, по крайней мере, как указано о вас в информации, общедоступной. Вы голосовали на выборах президент Украины? Это старая информация. То есть вы уже не гражданка Украины? Практически нет. Но есть у вас спорта? Я не голосовала, я живу в России, и достаточно давно, уже лет 15, я здесь отучилась в академии, здесь происходит мое и жизненное становление, и карьерный рост, и, в общем-то, все. И родилась я в России, поэтому уже все, что связано у меня, и также право голоса мое, уже принадлежит России. Но вы следили за выборами, учитывая, что победил Владимир Зеленский, человек, который имеет отношение к шоу-бизнесу, вот все-таки знакомы с ним лично, кстати? Где-то мы, да, пересекались на съемочной площадке, они не очень близко знакомы, то есть не являемся друзьями, но я, у меня родители сейчас находятся на Украине, я регулярно туда езжу, конечно, я сопереживала о ситуации, которая происходит в стране, и позвонила им сразу же по окончанию выборов и по оглашению результатов, результатов поздравила, и я хочу сказать, что все радуются, все радуются этой победе, у всех появилась надежда на мирное будущее, и я тоже поддерживаю их. Что вы думаете по поводу всего происходящего на территории Украины, по поводу тех событий, которые происходили в 2014 году, вообще всей политической ситуации, как вы ее оцениваете, как, ну, может быть, экс-гражданка Украины, если вы уже ей не являетесь? Я думаю, что, я думаю о мирном народе, что это всегда чревато последствиями, страданиями и ущербом для мирного народа, и в первую очередь хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя спокойно, чтобы братья друг с другом общались, живущие в России, в Украине, все-таки очень дружественные страны, и раньше были одной страной вообще, хотелось бы, чтобы люди, это не сказалось на людях, в первую очередь, Если, поскольку я человек сейчас, находящийся вне политики, я не занимаю никакого официального поста, то, скорее всего, я имею право говорить конкретно о людях. Конечно же, хочется мира, мира над головой, спокойной жизнью, и чтобы было поменьше смертей, вот таких вот глупых, нелепых, не из-за чего. Ну, политика, насколько вас интересует, учитывая, что у вас есть определенный опыт, вы выдвигали в качестве кандидата в мэры города Сочи, у вас даже было заявление о том, что не против попробовать себя кандидатом в президентом, тогда вы, правда, не прошли всю процедуру, сбор подписей, но, тем не менее, такое заявление было. Вот насколько политика вас интересует, и насколько серьезны ваши амбиции в этом смысле? Мои амбиции все время присутствуют на эту тему, как-то всплывая в связи с ситуацией, ну, конечно же, о президентстве, если говорить, то я еще не достигла возраста кандидата в президенты, мне не было 35 лет в тот момент, да и сейчас нету, но, поскольку тема эта активно ротировалась именно в шоу-бизнесе, конечно же, такая хайп-стория больше, чем серьезные политические планы, и мы в нее включились активно, сейчас обсуждается у нас с командой губернаторство в городе Мурманске, в городе, в котором я родилась, и на эту тему мы активно думаем, но пока никаких официальных заявлений не делаем, это обсуждается, ну, то есть, если уже говорить о серьезности, то, конечно, подход должен быть основательный, надо менять полностью всю свою жизнь, и позиции должны быть конкретными, и обстоятельства все менять, это много чего в себя включает, поэтому, если мы решимся на этот шаг, то, конечно же, это должно быть основательно. А семья готова вас поддержать, вот, кстати, Александр? Готова поддержать? Я в любых абсолютно начинаниях, Елена, я готов поддержать, что бы это ни было, и чего бы это мне не стоило. То есть, вы готовы инвестировать, в том числе и в финансы, в предвыборные? Естественно, естественно. Но есть у вас шансы в Мурманске, как вы считаете? Вы знаете, когда эта тема была заявлена, я проводила даже в тех же соцсетях опросы, задавала вопросы, дорогие мурманчане, подскажите, что вас волнует, какие проблемы есть в городе, как вообще вы себя чувствуете, как социальная сфера, в каком состоянии находится. И я получила просто огромное количество откликов, и очень многие поддерживают, очень многие просили даже, пожалуйста, займитесь, у нас там дороги, у нас там вот пенсию задерживают, у нас какие-то проблемы были выявлены, и народ очень остро реагирует с желанием, с открытостью. Меня порадовал такой отклик, и именно как раз из-за того, что есть обратная связь, такая активная, как раз это и наталкивает на мысль нужности себя в этой сфере. Возможно, что-то все-таки удастся сделать хорошее, нужное, правильное и созидательное. Вот часто говорят о том, что электорат достаточно консервативен, учитывая, что вы представитель шоу-бизнеса, вы снимались в фильмах для взрослых, это, в общем-то, известные факты. Насколько эти факты в вашей биографии могут помешать в каких-то политических делах, опять же, повторюсь, учитывая, что опрос показывает, что общество достаточно консервативно очень часто и относится к кандидатам как к таким идеальным с точки зрения нравственности и морали. У меня несколько другие информации о статистике, ни один опрос из разных источников, были опросы о голосовании, за кого бы проголосовали, и практически везде более 70% голосов было за меня. Так что я не думаю, что наше общество настолько уж консервативно, я думаю, что ничего не помешает этому, поскольку все эти вещи, которые вы назвали, они также созидательны, у них нет ничего разрушительного. Наше общество на самом деле сейчас двигается немножко в другом направлении, просто всем вот этим идеальным кандидатам, которые были, которые так и ничего не сделали, собственно говоря, а только приходили для наживы и для собственного какого-то там эгоизма, будем так говорить. То есть сейчас, смотрите, на Украине комик победил, но кто сказал, что опорная актриса не может стать губернатором Мурманска? Мне кажется, все шансы по максимуму здесь. То есть народ уже хочет чего-то новенького, понимаете, вкусить, а здесь, собственно говоря, вот этот идеальный образ создавшийся, который хотели бы, он уходит в никуда. Сейчас наступает совершенно другое время. Определение хорошего реноме, оно уже поменялось. Ну если-таки, возвращаясь к выборам президента, так или иначе, вы все-таки заявляли, хоть в социальных сетях, о своем намерении баллотироваться. Выборы в России еще не скоро, в 2024 году, но вы видите какого-то достойного кандидата сегодня на пост президента России? Альтернативного, скажем так. К тому времени я как раз уже обойду возраст возможности кандидата, и, по-моему, почему бы и нет, возможно, вижу. Ну, вырастим кандидата, то есть растим сейчас. Он перед вами. Ну если говорить о ярлыках, порно-актрисы и так далее, насколько часто вам приходится сталкиваться с каким-то негативным отношением со стороны хейтеров, как в интернете, так и в жизни, может быть, это проявляется или нет? Вот как вы вообще себя чувствуете в этом смысле? В этом смысле я чувствую себя достаточно уверенно. Конечно же, есть огромное количество людей с зажимами, закомплексованных, которые нерасслабленно себя чувствуют как раз в отношении, в сексуальной сфере, например. Она же явно проявляет сразу все комплексы и неуверенности людей. И, конечно же, то, о чем мне обещают, если они очень активно в это включены, то это их проблемы всегда. Я это понимаю и отношусь к ним с сочувствием. Стараюсь помочь, потому что огромные, конечно же, 90% людей, которые ко мне обращаются, тысячами пишут с проблемами в сексуальной сфере, со своими вопросами. И ежедневно помогите, вот там семью спасти, вот я хочу, а у меня не получается, научите, подскажите, как быть. И в сексуальной сфере в нашей стране очень мало внимания уделено, ведь ее тоже надо развивать, так же, как и все остальные области в той же семье. Почему мы обсуждаем то, что мы будем кушать на ужин, но не обсуждаем то, что мы сексуальную сферу так же. Почему мы вообще ее развитию не уделяем внимания, она как бы есть и есть, пущена на самотек, очень мало информативности. Образований в этой области никакого нету. И дети те же получают информацию с улицы, где-то от друзей, непонятную, непроверенную, методом проб и ошибок. И, опять же, получение комплексов потом себе на будущую жизнь, ее исследуют. Очень хотелось бы, чтобы эта тема была открыта, люди чувствовали себя свободно, счастливо и удовлетворенно. Вам удается помогать? То, что касается взаимодействия в жизни, да, то вот у Елены, да, те люди, которые живые, появляются, это настолько позитивные люди, это настолько активно принимающие позицию, то есть вот я нахожусь с Еленой, да, то есть мы вращаемся, да, то есть в живом мире, будем так говорить, то это автографы, это мы в восторге от вас, да вы там нам семью помогли там сохранить и прочее. А вот это вот хейтерство, то есть я их называю кнопочные герои, но это везде и всюду они были и есть, и как бы... Даже у самых позитивных персонажей. Да, да, поэтому это вообще никаким образом не влияет, вы же понимаете, то есть там где-то там далеко, можно все что угодно сказать, а вот глаза в глаза, все совсем по-другому. То есть обратная связь у вас присутствует с теми, кто обращается к вам с просьбой спасти семью и каким-то образом посвятить сексуальной сфере. Да, мы активно сейчас лоббируем уже официальные мастер-классы, общение будет на эту тему с людьми, потому что есть такой... Потребность. Потребность такая, да, у людей. Вот вы в одном из интервью заявили о том, что хотели бы, ну может быть и в шутку, но так или иначе это прозвучало, вы сказали, что хотели бы станцевать вальс с Путиным. Как вы думаете, Путин захотел бы? Я, для меня это новость. Ну, интересная идея, я приму ее к сведению. Я думаю, что Владимир Владимирович хочет, но просто его там пиар-директора, наверное, не позволят пока этого. Почему, как думаете? Ну, не знаю, наверное, потому что, как вы считаете, что общество еще пока консервативно, а на самом деле оно уже бы это приняло на ура, и рейтинги Владимира Владимировича бы поднялись, и я думаю, что тот срок, который ему сейчас вроде как не нужно, и не может он, да, то есть пойти, он бы пошел. Общество бы согласилось бы и Конституцию переписали бы. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны, звоните нам, также пишите в WhatsApp 230-6191 и пишите в Facebook, пишите в WhatsApp, задавайте свои вопросы. Елена Беркова у нас сегодня на прямой связи. И, кстати, вот Артем пишет в Facebook, зачитаю вопрос, как есть. Елена, смотрите ли вы порно, и если да, оцениваете ли вы его с профессиональной точки зрения, или просто получаете удовольствие? Конечно же, я люблю порно. Я люблю качественное порно. Здесь я, наверное, категорично и на легальных сайтах, которые лицензионные, лицензионную продукцию, скажем так. Актеры, когда смотрят кино, тоже не всегда оценивают профессионализм своих коллег. В разных случаях по-разному. Если мне нужно посмотреть с какой-то конкретной задачей, то я могу оценивать профессионально. А так, в основном, так же, как и все люди, получают эстетическое удовольствие, возбуждение. Поэтому, конечно же, на второй план уходят. Параллельно с живым действием, происходящим между нами. Ну, сейчас вы уже не снимаетесь порно. В какой момент вы отказались от этого? В какой момент вы поняли, что больше не хотите идти по этому пути, можно так сказать? Я как бы и не шла никогда по этому пути. Это не являлось моей профессией. То есть, для того, чтобы быть в профессии, надо вести соответствующий образ жизни. Я снимала всего два месяца, в отличие от ажиотажа, который раздут в разы больше. И всего там какой-то восемь фильмов. Приблизительно не буду здесь, даже не могу быть точной. Поэтому мне было интересно, я свой интерес удовлетворила и пошла дальше. Нет такого, чтобы я в него входила и была непосредственно в этой области и выходила. «Захочу, может быть, завтра еще снимусь». Почему бы нет? Вы задумывались о нравственном аспекте вашей деятельности? Он прекрасен. Все получают удовольствие от процесса. Я думаю, зрители тоже до сих пор. Вы ведь тоже смотрите порно? Я имею в виду, чувствовали ли вы какую-то меру ответственности за то, что это видео, 18+, могут увидеть, ну, скажем, дети, скажем, случайно, быть может. Об этом вы задумывались, когда я снимаю? Послушайте, любое порно могут увидеть дети. Об этом должны думать родители, о замке на интернет для детей, соответствующем его возрасту или ее, чтобы они получали информацию сексуального характера, в соответствии со своим сексуальным развитием. Это не мои задачи, это задачи в местечковом формате, скажем так. Поэтому не я же одна снимаю с порно. То есть вы об этом не думали? Я думаю о сексуальном воспитании детей, в общем. Но то, что они могут увидеть, просто некорректно сформулированный вопрос, мне кажется, могут увидеть вне зависимости от того, снималось я в нем или нет. В одном из интервью вы сказали о том, что отказались от гонорара в несколько миллионов долларов. Там вы, насколько я помню, не пояснили, но это было как раз именно кино для взрослых, как я понимаю. Это действительно так. Регулярно предлагают съемки коммерческие, и цена периодически растет. Я даже отслеживаю график наших акций. Ну, так образно говоря, сегодня упали в цене, завтра выросли. Да, я действительно отказываюсь от коммерческих съемок. То есть если я буду где-то участвовать, то это будет мой продукт личный, со своей командой воспроизведен. Ну, просто потому, что я хочу делать то, что хочу, и выполнять задачи. То есть это красная линия, можно так сказать, для вас все-таки? В какой-то степени? Да, если даже это будет коммерческая история, то она будет воспроизведена все равно мной. Я могу продать уже созданную нами историю. Я в том уже состоянии и статусе, что я только свои продукты лоббирую. Ну, вот еще Артем спрашивает у вас в Ютубе, как бы вы отнеслись, если бы ваша дочь, я знаю, что у вас фэн, но так или иначе, вот так пишет наш слушатель, пошла бы по вашим стопам. Помогли бы, поддержали или отговорили бы? Более того, у меня обязательно будет дочь. И сын, и дочь, я за то, чтобы они были счастливы, удовлетворены, и чувствовали себя свободно, спокойно, и как раз не обращали внимание на социальные шаблоны, рамки и все то, что нас ограничивает. Я за то, чтобы объяснить тем, что они больны, делать все, что они хотят, что не противозаконно, и обязательно должны быть даже, более того, счастливыми. Поэтому я, конечно, поддержу любое их желание. Как часто вам приходилось сталкиваться с тем, что люди видели какую-то угрозу нравственности в вашем лице? Может быть, в обществе, опять же, в консервативном, о котором мы говорим сейчас? Еще по предыдущему вопросу хочу договориться, что я даже лучше подскажу и огражу от ошибок, например, сняться или участвовать в каком-то, или смотреть даже какой-то некачественный продукт. Лучше подскажу качественный сайт или место, где можно взять продукт. По поводу того, чтобы сталкиваться с людьми, когда люди видят угрозу в моем лице, бывает, но это смущает только их. То есть, опять же, я говорю, что это их комплексы, их проблемы, которые лучше выявлять и работать с ними. Но это смущает только их, они как-то избегают, возможно, этого контакта. И все в основном. Мы очень часто даже на гастролях, мы гастролируем, у меня шоу свое, и люди, детей очень часто приводят фотографироваться и прямо пробираются, пробиваются сквозь толпу. Извините, фотография с сыном не получилась, там ребенку лет восемь несут ребенка сфотографироваться. Поэтому в основном все воспринимают нормальное. Люди запутались на самом деле, очень много двойных стандартов. Поэтому все вот какая-то каша полная. То есть вроде и хотят, и не хотят, и уважают, и ненавидят. То есть бельберда какая-то. Острую реакцию я вызываю точно. Если хочется привлечь внимание к вопросу, то я здесь прямо на своем месте. Но каким образом проявляется... ...а много вопросов много. Да, каким образом проявляется эта острая реакция по отношению к вам, если говорить о тех людях, которые считают вас какую-то угрозу нравственности, может быть, воспитания и так далее? Ну, то есть у всех есть какое-то отношение или негативное, или позитивное обязательно. Все равно на моей персоне не бывает. Всех остро трогает тема секса, всех она волнует, и все с ней сталкиваются. Так или иначе. И поэтому я вызываю у людей реакцию. Разную, плохую, хорошую, но реакцию вызываю. Ну, я, в принципе, понял вопрос, который задала девушка. Тут, смотрите, еще раз говорю. То есть то, что происходит вживую, реакция плюс. То, что происходит в рамках интернета и кнопочного героизма, то там все, что угодно. И минусы, и плюс. Но вживую никакой угрозы Елена не представляла и не представляет. Мне кажется, знаете, те люди, которые в интернете пишут гадости при встрече с Еленой, обуславливаются вот этой заряжающей женщиной, вот этой улыбкой, вот этой энергией, которая исходит от нее, и они ничего, кроме как вау, можно с вами сфотографироваться и даже вымолвить не могут, понимаете? И это тоже своего рода вот как раз вот эти двойные стандарты, вот это лицемерие, которое присутствует в мире людей. Люди, будьте настоящими. И если вам нравится Елена Беркова, смотрите с удовольствием ее порно и наслаждайтесь. Ну что ж, мы сейчас делаем небольшой перерыв на новости рекламы, и потом вернемся и продолжим. Актриса Елена Беркова сегодня с нами на прямой связи. Будем принимать ваши звонки во вторую часть. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами Елена Беркова. Елена, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Да, Елена вместе с мужем, с Александром сегодня у нас на прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон на прямого эфира. Звоните, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 и отправляйте свои вопросы также в Facebook. Ну вот, кстати, вопрос из Facebook. А как вы относитесь к Саше Грей? Вы знакомы с ней, кстати? Я к ней отношусь. Ну, прекрасно. У нее какой-то свой путь, своя карьера. И на самом деле на Западе относятся к этой профессии намного свободнее. У людей есть все свои фан-клубы. И их, как у нас в шоу-бизнесе, селебрити приветствуют. Также их приветствуют. И отношения намного свободнее. В отличие нашей страны. Ну вот, Латвия в европейских лидерах по количеству порно-актеров. И когда мы в одной из наших интерактивных программ обсуждали эту тему, нам позвонил слушатель, который откровенно так рассказал, признался, может быть, в своей порнозависимости. И он сказал, я просто процитирую, чтобы вам было понятно, это все паршиво. Это разрушительные процессы. Я чувствую, что теряю коммуникабельность из-за порнозависимости. Я пытаюсь от нее избавиться, но она снова появляется, когда проходит время. Вот, что он сказал в нашем эфире. Что вы по этому поводу думаете, по поводу порнозависимости у людей? Как вы вообще к этому относитесь, воспринимаете? Я сталкивалась с такими вещами. И порнозависимость, как и любая другая психологическая зависимость, это проблема, требующая вмешательства специалистов. То есть, это область форны, или человек от игр зависит, или от каких-нибудь других негативных вещей. Не обязательно негативных, это психические проблемы самой личности, а не продукта. Поэтому, конечно, здесь надо распределиться специалистам. Жаль, что человек заполняет свое пространство, и какие-то вопросы решает с помощью внешних факторов, они внутри себя. Ну, я думаю, что это тоже решаемо. Это же самое сильное, да, то есть, это инстинкт. Вот, поэтому здесь, когда мы говорим конкретно вот об этой проблеме, то здесь, помимо того, что человек написал, нужно бы и фотографии его. Там наверняка будет очень грустный, некрасивый человечек, который просто себя абсолютно не воспринимает, не любит, да, то есть... Не факт, я встречалась с молодым парнем, не в смысле лично встречалась, не отношений, а сталкивалась с этой проблемой, с молодым, красивым спортсменом, и вот он жаловался об этой проблеме, что он зависимый, но у него не складывалось с девушками, это действительно, да. Ну, тогда проблема семьи уже получается, то есть, это мама, папа, то есть, здесь внесли свою лепту в это во все. Может быть... Или раннего женщина, встретившийся ему на пути. Да, и может быть, которая, мама была очень строгая и пуританская, которая запрещала смотреть порно. Так вот, если бы она разрешила бы все это, как говорится, было бы это достаточно легально, то таких проблем бы не было у этого молодого человека. Ну, и обращение... Ну, а в основном, в своей массе, вот то, что я, как говорится, сталкивался, это всегда очень неуверенные, очень закомплексованные люди, которые очень плотненько сидят на порно, и не только на порно. У нас звонок, так, только что был, сорвался. Еще раз напомню, телефону прямого эфира. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Олдис, меня зовут. Да, Олдис, задавайте вопрос. Я не знаю, может быть, это не тактический вопрос, а испытывали ли вы когда-нибудь наслаждение во время своей работы, или это просто чисто механическая работа, выполнение работы и все? Спасибо вам за вопрос. Я так понимаю, много человек имеют в виду конкретно порно, а не просто работа. Видимо, да. Кроме порно, в моей жизни много было работ. Мы сейчас порно закончим и перейдем к другим аспектам, но чтобы ее завершить, эту тему, как прокомментируете? Более того, я могу здесь обобщить все работы. Действительно сказать, что я занимаюсь только тем, от чего я получаю удовольствие, и не делаю того, что мне не нравится. Иначе зачем вообще эта жизнь нужна, если напрягаться и переступать через себя? Надо, конечно же, совершать только те процессы, и они результативны как раз именно там. вы эффективны и получаете высокий КПД там, где вы наслаждаетесь процессом. Но вы какое-то время стеснялись этого? Я сейчас имею в виду период, когда вы были участницей телепроекта «Дом-2», когда тогда, кажется, Ксения Собчак озвучила, что вы обманывали ее, и поэтому вы были исключены из проекта. Вот вы тогда стеснялись сказать об этом, или что было причиной того, что вы не говорили, не озвучивали это? Я, в принципе, считала, что я имею право озвучивать и не озвучивать то, что я хочу. Ну, то есть не было задачи у меня озвучить это во всеуслышание. Это был мой интерес, который я удовлетворила, и пошла дальше. А меня заставляли это озвучить, чтобы признаться, что я снималась в таком кино. Но я считала, что я имею право сама решать, признаваться мне или нет. Но потом это озвучили без моего согласия, и пришлось уже решать вопрос с данными обстоятельствами, которые сложились в моей жизни. То есть уже озвучили, теперь что делать с этим далее? Конечно же, это было впервые озвучено, и это был какой-то процесс и мой внутренний, и во взаимодействии с внешним миром, преодоление, и что дальше делать с этой ситуацией, ну, уже озвучено. То есть тогда какие-то определенные группы людей отвернулись от вас, или вот что это за преодоление с внешним миром, с которым вам пришлось столкнуться? Это было впервые вообще озвучено. У всех это вызвало реакцию шоковую. Ну, как это так? Как это возможно вообще у нас? Не существовало во внешнем мире. Не озвучено было, что существует профессия такая, сниматься в корне, и что очень многие девушки русские это делают, и что у нас производят корно в России. Это все как-то замалчивалось. Было озвучено впервые, и первая реакция, конечно же, такой эффект толпы, всем осудить эту ситуацию, что, ой, как это можно, это плохо, это порицать эту ситуацию. Но мы с этим... Я как-то быстро повзрослела в этот момент, и приняла ситуацию, обсудила ее сама с собой, с разных сторон, приняла с той позиции, с которой я есть на сегодняшний день. Но вы нашли поддержку в ком-то в этот момент? Мои близкие, конечно же, меня поддерживали, потому что это был сложный период. Я была совсем юна, мне было 18 лет. Это еще такая несформировавшаяся, достаточно пластичная психика. И, конечно, я расстраивалась в какие-то периоды, столкнувшись с тем же порицанием. Поэтому те же родители очень активно меня поддерживали, находились рядом. А те, кто отвернулись, те просто не близкие. Но и сейчас сожалеют, хочу сказать. Ну, вы ранимый человек? Вас трудно обидеть или? Или нет? Я очень чувственный человек, но я не... Сейчас уже с прошествием времени... Тогда я, наверное, реагировала на такие внешние проявления, а сейчас меня почти невозможно... Ну, я не могу найти ситуацию, в которой бы меня можно было обидеть чужим людям. А к своим, конечно же, я открыта, и, возможно, какие-то вещи есть, где я могу среагировать, но они такие тоже... Обижаться — это неэффективный процесс. Лучше разбираться, почему ты обиделась собой. Опять же, они с внешними проявителями, и выявлять проблему, трансформировать ее и договариваться. Ну, вы смотрите «Дом-2», поскольку он все еще идет. Эта программа уже может претендовать на книгу рекордов Гиннесса, как самая долго играющая на российском телевидении. Как вы вообще относитесь к этому проекту, учитывая, что вы всего несколько месяцев там провели? И смотрите ли вы эту программу иногда сейчас? Я в силу своей занятости не смотрю практически телевизор вообще. Иногда над ним играет музыка и какие-то клипы, но такие процессы, как новости, представленные в нашем телевизоре, у меня новости или какие-нибудь развлекательные передачи очень редко попадают в мой домашний эфир, поэтому не смотрю, но приблизительно я в курсе, поскольку мы взаимодействуем с какими-то участниками или теперешними, ранними, какие-то презентации, мероприятия, возможно. То есть есть какие-то общие темы, где мы друг друга поддерживаем с удовольствием и взаимодействуем. Так я с этим сталкиваюсь, поэтому где-то приблизительно в курсе, что происходит. К передаче к самой отношусь неоднозначно, поскольку этот продукт уже достаточно новый, который вызвал такой ажиотаж, он уже, кстати, в книге рекордов Гиннесса есть. А уже уже. Да, насколько я знаю, есть. Как сами организаторы шоу называют аудиторию, которая смотрит этот продукт, дегнатирующий молодежь. Что прискорбно. Как профессионал, я могу посмотреть для анализа продукта, то есть что цепляет людей. Вот эта вот аналитика мне неинтересна. А как само шоу, я немножко другого формата продукты люблю. Художественное кино, например. Ну вот, кстати, Ксения Собчак, она долгое время была ведущей этого телепроекта, и она баллотировалась на пост президента в 2018 году. Да. Как вы оцениваете ее перспективы на политической арене? И поддерживаете ли отношения? Я благодарна Ксении Собчак за то, что она заедила и привлекла внимание общественности к этим выборам, поэтому много людей из шоу-бизнеса еще заедилось вслед, в том числе и я с удовольствием озвучила эту тему. Она как персонаж одиозный, конечно же, яркая женщина и личность в том числе, и трансформация ее карьеры тоже очень интересна. И опять же, на раздражающем факторе построена пиар-линия. То есть все это мне очень интересно как профессионалу, как пиар-история классная, как политический деятель, как мы видим по факту, к сожалению, она, конечно, пока серьезно заявляться не может. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте вопрос также в WhatsApp и в Facebook. Тоже можно нам оставлять свои комментарии. Кстати, есть у нас вопрос, Алекс его задает, опять же, зачитаю, как есть. С кем из своих шести мужей вы были счастливы? Какой вопрос пришел в YouTube? Или в Facebook? Я счастлива всегда, сейчас. Больше всего. И сегодняшний день самый яркий и самый прекрасный в моей жизни. То, что прошлое, оно уже прошло, зачем о нем думать, а то, что будущее еще не наступило, тоже зачем. То есть вы живете настоящим всегда, да? Конечно. Здесь и сейчас. Как вы относитесь к дилетантам профессии? Какое у вас отношение? К дилетантству? Да. Оно обычно не имеет каких-то долгих перспектив человеку в любом случае. Но есть же персонажи, опять же, какие-то ведущие, которых берут, например, из деревни, с неграмотной речью, еще с какими-то факторами, на чем и построена пиар-линия, особенно некоторые каналы, любящие желтую, желтые истории, желтую прессу, активно используют, раньше, в всяком случае, использовали такие факторы. И это всегда история очень конечная. Или человек растет, трансформируется, и все-таки вырастает для профессионала, использует это как образ в дальнейшем, или просто уходит в небытие. Поэтому я отношусь к этому как к проходным историям, каким-то очень ярким, ярко, но быстро гаснущим. Вот вы недавно выпустили клип на песню «Стало другой». Вы себя сегодня считаете певицей? Да, мы дописываем альбом, музыка всегда присутствует в моей жизни. У меня есть также музыкальное образование по классу, фортепиано. И, в общем-то, что делает в моей жизни легче, это музыка. Она ежедневно в моей голове, в моих ушах. Даже для релакса, если я чувствую, что немножко начинаю заводиться, исправляюсь с ситуацией в моменте, то я просто включаю какую-нибудь любимую песню, и через минуту я опять в спокойном состоянии. Ну, вам нравится самой, как вы поете? Я тебе что-нибудь напою. Вам нравится самой, как вы поете? Конечно, мне нравится все, что я делаю, но нет предела совершенства. Обязательно нужно в профессии расти. Иначе любой застой, он приводит к деградации, поэтому я, конечно же, этот процесс понимаю. Ну, вот вопрос от нашего радиослушателя Антона. Легко ли вы согласились прийти к Соболеву? Никогда ли вы не обижаетесь на шутки в свой адрес или самоирония это часть шоу? Два вопроса. Простите, я не знаю, кто это. Соболев, это из Comedy Club. Дядя Витя его еще называют. Соболева не были, это, наверное, с дядеванией. Дядя Витя называют еще. Дядя Витя. с дядя Витя, с дядя Витя, с дядя Витя. Простите, я не знаю. Все смешалось, да. Тогда вопрос второй. Не обижайтесь на шутки в свой адрес и как у вас самоирония вообще? Самоирония чудесная. Я обожаю это дело и, в общем-то, меня прям хлебом не корми, дай себя пустевать. И когда, как раз при моем амплуа, неоднозначном таком, которое вызывает реакцию у всех, кроме как с юмором относиться к себе по-другому никак, иначе, если слишком серьезно относиться ко всему, ко всем реакциям, то можно же с ума сойти, будет полный перегруз. Я думаю, что и по жизни это спасает от любых ситуаций, относиться с юмором по всему и к себе в первую очередь. Но вы ведь нередко рассказывали в интервью о том, что росли в довольно консервативной семье, но тем не менее выросли такой, как вы опять же сами говорите про себя, бунтаркой. Почему такой вот дух авантюризма, бунтарства у вас появился, от кого это, как вы думаете? Я бы не сказала, что у меня консервативные родители, просто меня не воспитывали в каких-то очень свободных условиях. Я присутствовала и строгость в том числе. Сейчас мы с родителями уже на дружеской волне общаемся всегда, не стесняемся посоветоваться с другом или обсудить какие-то ситуации от рабочих моментов до личной жизни. Поэтому я считаю их достаточно свободными людьми и не считаю консервативными. И повторите вопрос. Да, ну как вы считаете, что откуда у вас это появилось? Ну, собственно, вы, наверное, ответили, что если ваши родители не были настолько консервативными, может быть, это и все родители. А откуда романтизм появился в моей голове и душе? Мне кажется, это процессы такие независящие, откуда нам дается темперамент и бунтарский дух тот же. Все дети рождаются уже с определенным набором качеств, которые ты борись с собой, не борись, они лучше себя сразу принять и адаптироваться в этой ситуации. Так тебе будет проще взаимодействовать с миром, чем ломать свою душу, психику и свое отношение к миру. Это моя чувственная сторона. Это Богом дано. Скорее, чем особенно она. Так же, как и Богом было дано я стать первой порноактрисой в России. Все в Бога. Вы верите, кстати, в Бога, Елена? Я не фанатична в этом смысле, но традиционность у нас в семье, она есть, поскольку это интересно всякие те же праздники ребенку показывать, но мы немножко вне стандартов, поскольку мы не привязаны ни к датам, ни к тем, что связывает социальными рамками. Ну, например, ту же Пасху, мы перепутали даты за неделю. У нас она уже прошла, уже день не наступила, а мы раньше покрасили яйца. Ну, как раз у католиков была Пасха, может быть, по католическому стилю отмечали. Ну, вы можете объяснить так, а мы просто ответили, когда захотели, так получилось, потому что я похвасталась с мамой, мы связались по скайпу, говорю, мам, вот я тебе куличи испекли, она говорит, так через неделю же Пасха. Вот, поэтому мы празднуем праздники, когда хотим. Ну, вот вопросы продолжают поступать, много вопросов, конечно, связаны с той самой известной ипостасью, хотя вы сказали, что всего несколько месяцев вашей жизни это заняло, но как есть, вопросы поступают. Вот, зачитаю вопрос Александра, он спрашивает, правда ли, что вы лишились девственности на камеру, и далее в скобках он пишет, не смотрел, но мне рассказывали. Это очень оригинальная ставка у человека, мне кажется, это тоже все хорошо с самой иронией, что я не смотрела, но мне рассказывали. Конечно же, Александр, это ваша фантазия, это не имеет отношения к правде, мне кажется, что это такой, если представить теоретически, то это очень сложно, сопоставимо с правдой, ведь когда это происходит, у человека первый раз, сексуальный контакт, то это как-то все-таки происходит обычно в очень максимально, если это осознанно, максимально расслабленной обстановке, а все представления о том, как снимается порно и как это выглядит внешне красиво, будут разрушены сразу же у любого человека, который попадет на съемочную площадку, потому что там много гримеров, которые прибегают, подпудривают, вытирают там кот, например, кричат режиссеры, иногда кричащие, все режиссеры по-разному взаимодействуют, вы вправо повернитесь, там яйца не видно, простите, ну там любые команды, там рукой закрываешь, ну и очень много деталей, которые не позволяют расслабиться, и человек находится в зажиме, попадая туда первый раз, конечно же, лишиться детственности в такой обстановке, это прям кощунство со своей психикой. Ну вот в своих интервью вы говорили о том, что ваш сын, он знает уже сейчас, может быть не до конца понимает, но знает, что вы снимались в фильмах для взрослых, и вы рассказываете об этом и обе стеснение, опять же, и, собственно, проводите, обсуждаете вопросы сексуального воспитания вместе с ним, но у вас никогда не возникало страха о том, что ввиду вашей, опять же, деятельности у него могут какие-то быть определенные трудности, может быть, в школе, ну, подросток, как известно, довольно жестокий, вот, что вы об этом думаете? Были у вас такие мысли? Это как раз процесс, который при моем амплуа, мой ребенок должен вырасти с самой сильной и устойчивой психикой, поэтому мы обсуждаем, в соответствии с его возрастом, каждый раз все процессы и обсуждения, которые позволительны в этот момент, то есть, если он спрашивает, снимал след в таком кино, конечно же, я от него этого не скрываю, а на вопросы, почему, объясняю, потому что захотелось, объясняю, что сексом занимаются все люди, не стоит этого пугаться, ни в коем случае детей, если вы застали ребенка за порно, нельзя на него делать вот такую реакцию и ругать его, потому что это как раз воспитает в нем жуткие комплексы, не издевайтесь над всеми детьми, надо спокойно сказать, потому что это процессы, с которыми столкнутся, все люди все этим занимаются, более того, всем это нравится, все смотрят порно, и это все всем тоже нравится. Я его приучаю к тому, чтобы он этой темы не стеснялся и не думал, что это плохо. И так же, когда родители занимаются сексом, если вдруг ребенок забыли закрыть дверь, то не нужно сделать трагедию, просто сказать ему «закрой, пожалуйста, дверь», не надо создавать этот эффект испуга, потому что это тут же ребенок, он цепляет все, и пожалуйста, тот же делает, нанесет ему некую психологическую травму. Что касается моего вопроса, реакции в обществе на это, задумывались о том, что опять же, в школе могут как-то подумать, что-то сказать ему, и это будет для него каким-то ударом и шоком, там «я твою маму видел», ну и так далее. Если он будет стесняться этого вопроса и будет отношение к этому, что ему будет стыдно за это, то, конечно же, и в школе, и в взаимодействии с миром это даст соответствующие реакции. Но поскольку этот вопрос для него не является ничем постыдным, также, когда человек не дает реакции, если вы его пытаетесь засыпить, то и не будет проблемы, и нет конфликтной ситуации, и нет чем издеваться. Когда я сама на собой стыкнусь, меня сложно поиздеваться. Можно с юмором пообщаться насчет меня, но меня это не задевает. Также и его не задевают эти процессы, и поэтому такие вопросы, когда задают, они их перестают задавать, потому что нет никакой реакции, ничего интересного. Как бы у всех достаточно быстро этот процесс прошли, потому что такие вопросы возникали уже. Все люди думают только о самих себе, понимаете? Поэтому, когда ты не даешь реакции сторонние, то есть ты не подпитываешь маятник, который пытается раскачать, то он тут же гаснет. И опять же с юмором, то есть учим юмору, то есть с юмором относиться ко всему. Вообще, я как-то, мой сын и мои родители, и все люди, которые рядом со мной находятся, они гордятся мной. Я не слышала от близких реакций какой-то неоднозначной. Здесь позиция достаточно стабильная и однобокая. Тут и будем говорить так же, то есть я выступлю в качестве помощника, потому что, скажем так, я ведь тоже, да, то есть вот внешнего своего мира, то, в котором я вращался, то есть получил соответствующую реакцию. Да ты, да ты что, да кто она. Сейчас ребята все, кто-то пошел далеко и надолго, вот, а те, кто не захотели пойти, любят и обожают нас теперь уже вдвоем. Вы думали о том, чем займетесь на пенсии? Я думаю, что лет годам к 70 в красных туфельках буду танцевать на столе. Ну что, это профессиональная реализация всей области жизни должны быть не в застое, а в каком-то, желательно в развитии, но хотя бы в процессе. Поэтому я думаю, что я буду реализовываться так, как я хочу, и это, может быть, я буду проводить какие-нибудь тренинги, может быть, это будут какие-нибудь мастер-классы для молодежи. Пенсия не грозит, это 100%. Учитывая, что пенсионный возраст отодвинули. Так что... Спасибо. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Актриса Ирина Берква и ее муж Александр были с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.